Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. Многие очень спрашивают, как читать на английском языке. Мы нигде не можем найти информации, и если есть, то где только теории, но практики нигде нет, ничего не понятно, друзья мои. Поэтому специально для вас был создан этот практический курс чтения на английском языке, чтобы действительно помочь вам научиться читать на английском языке и правильно всё произносить. Если вам нравится данная идея, то ставьте лайк. Спасибо вам огромное, друзья мои. И мы теперь переходим к этому курсу. Я для вас всё систематизировал и упорядочил наконец-то. Друзья мои, итак, начнём пока с алфавита. Это необходимо знать, но здесь есть некоторые тонкости. Я много, на самом деле, видел как раз транскрипции различных, соответственно, русские, английские, и мне кажется, что акценты не совсем так расставляются, как именно нужно сделать. Значит, смотрите, друзья мои, для вашего удобства. Значит, первая колонка – это буква, естественно, английская буква. Далее, транскрипция на английском и транскрипция на русском. Значит, я советую вам сразу привыкать к транскрипции на английском языке. Вот я знаю, что есть такой метод, когда только на русском, вот эта транскрипция, мне кажется, это в корне неправильно, потому что вот эти, вот русская транскрипция, она всё не передаёт, и когда вы будете пользоваться различными словарями, с правочниками, вы будете всегда иметь дело только с английской транскрипцией, поэтому всегда нужно к этому привыкать. Итак, первая буква – «эй». И заодно вы стараетесь тренировать и смотреть, как произносятся вот эти звуки в транскрипции. «Эй». Это звук «э». «Эй». Это происходит как «эй». Далее. «Би-и». Обратите внимание. Именно на долготу звуков. Если стоят две точки, то есть двое точки означает долгий звук. Это очень важно, потому что если короткий звук, то совершенно может быть другое значение быть. «Би-и». И для вас специально я написал, чтобы был долгий звук. «Би-и». Далее. «Си-и». Опять же видите, «Си-и». Долгий звук «ди-и». Долгий звук «ди-и». Это очень важно. Поэтому многие и коверкают слова неправильно произносят, потому что непонятно, где короткий звук, где длинный и так далее. «И-и». «И-и». «Эф-и». «Эф-и». Здесь также понятно. Это звук «э-ф». Далее. «Джи-и». Долгий звук. Это как «ж» произносится. «Джи». «Джи». Звук «джи». 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 «Эйч». 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 Если я приближен к русскому звуку, то это «ч». На самом деле это «т», а это звук «ч». 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 «Тш». Получается, это «э». «Эйч». 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 Ну, если самые близкие с буквой, которая придаёт этот оттенок, это «ч». «Эйч». 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 Далее. Далее. Вот этот звук означает «оу». То есть это звук «у», а это «оу». В комбинации такой «оу». Видите, опять долгота «пи». Вот этот звук означает именно в транскрипции, как «е», «е», «е» и кратко «кью», «кью», «кью». То есть «к», «е» и кратко «у» и долгое «у». «Кью», «кью». Да, здесь также нужно двоеточие «кью». Спасибо, «кью». Далее. Вот этот звук обычно произносит как «аа», «аа», «аа». Ну, это в британском чистое «а», значит, в американский иногда просто добавляет «р». «Ар», «р». Звучит как бы и как «р», но в британский вариант чистое «а». «Аа», «аа». Далее. «Эс», «эс». «Ти», «ти», «ти». Долгий звук «ти». «Ю», «ю». Опять вот этот запомните, звук, значит, транскрипция означает и кратко «е». «Ю». «Ви», «ви», «ви». «Ви», «в», «в». Смотрите, это как краткое «а», «а», «а». То есть у нас бывает обычное «а», а это как краткое «а», как в слове «бат», но «бат». То же самое здесь. «В», 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 это означает «а», но краткое «а», «в», «в». Опять же, видите, и краткое, и долгий звук «даблью», «далее», «экс», «экс», «вай», «вай». Ну, если поставить как-то на русский, это перевести в эту точку «уай», на самом деле это просто мы работаем только губами, соответственно «вай», «вай», «вай». И резко разжимаем губы, как лягушка квакает «уай», «уа», 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 «уай», 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 «уай». И «зэд», «зэд». Ну, как вы видите, друзья мои, вот кажется, алфавит такая простая вещь. Да, это просто, но что нужно знать, чтобы действительно научиться хорошо читать и отлично произносить, и знать произношение каждого слова, как произноситель языка, это не просто сами, сами, вот буквы, их порядок, это недостаточно. Нужно обязательно знать, какие именно долгие, соответственно, звуки, то есть какие буквы, значит, произносятся как долгие, и в идеале, чтобы вы могли сами воспроизвести. То есть, ваша задача на данном этапе, действительно, вы хотите качественно работать с материалом, это воспроизвести, соответственно, вначале, может быть, для простоты, на русской транскрипции, когда. И потом, да, действительно, необходимо также практика, чтобы вы могли не только буквы написать, а у вас есть любое слово на английском языке, и вы могли бы также воспроизвести транскрипцию. Значит, друзья мои, чтобы, может быть, кому-то было лучше видно, значит, давайте тогда для простоты, значит, для простоты, чтобы вам было лучше видно, может, что-то не увидело последнее. Вот здесь было написано, соответственно, why, но в самом деле, что произносится как why, why, как лягушка, why, и that, that. Итак, друзья мои, и вот это, на самом деле, очень важно. То есть, первое, вы должны знать эти буквы, как они произносятся именно, вот, постарайтесь воспроизвести это на русском и на английском, и самое главное, понимать, где разные долгота. Друзья мои, но на практике, на самом деле, чтение часто не соответствует, то читается по-другому, поэтому для вас другая, также усовершенствованная таблица. Значит, смотрите, то, что буква, понятное дело, нужно знать, как называется. Значит, здесь, смотрите, транскрипция, соответственно, смотрите, есть буква, здесь очень много, что вложено в эту таблицу, обязательно сохраните себе где-нибудь, потому что, видите, здесь все отмечено, где звездочка, где плюсик, где красный, где не красный, здесь очень много заложенной информации и плюс примеры. Смотрите, значит, буква, опять же, транскрипция на английском языке и как читается. Значит, смотрите, значит, здесь некоторые буквы в английском языке читаются, как и пишется. Это нужно знать в первую очередь. Значит, остальные буквы, такие как A, значит, буква A, соответственно, E, I, значит, читаются в зависимости от различных правил, которые мы с вами как раз дальше будем проходить. Там есть правила, исключения. Но здесь нужна просто тренировка, ничего сложного нету. Поэтому давайте для простоты пока поговорим про те буквы, которые произносятся так же, как и пишутся. Вот смотрите, B, буква B, а произносится как B, B. Это такая вот звонка бука B, B. Она вот более резко произносится, чем наша буква B. B, B. B, 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 B соответственно, это сумка. B, B, B. Далее, смотрите, буква D, D, D. Я потом вам чуть позже скажу, почему именно у нас одни буквы красные, почему вот выделены вот так вот, почему плюсики. Сейчас зададем. Пока вот это, смотрите, D, а произносится как D, D, D. Например, D, D, D. Далее, F, F. Как F, F. Fact, F, Fact, Fact, Fact. Далее. Вот эта буква в основном произносится как H, H. Hand, Hand. Вот где звездочка, значит, означает, что буква произносится именно так, но есть какие-то исключения. Это касательно вот как раз H, K и W. Но в основном так. Hand, Hand. Рука. Далее, смотрите, K, K. Как K. И, например, K, K, K. K, K, K. Значит, мы с вами даже дойдем ее до вот этих букв и звуков, почему именно так, K. Далее, L, как L. Например, Lemon. 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 M, как M, M, M. Такой немного мучащий звук. Make. Make. То есть произносите, рот как бы закрыт. Make. Make. M, M, M. Make. Далее. N, как N, N. Н, соответственно, Lemon, Lemon, Make. Делать. Name. Имя. Далее. Буква P. Как P. P. People. People. Люди. Далее. Буква R. R, как R. Room. Room. Комната. S, как S. Sale. Распродажа. Sale. Далее. T. T, как T. T. Чай. T. Далее. V, как V. Very. Very. Очень. W. Значит, в основном считается как W. W. Water. Water. Вода. Далее. X. X. Считается как X. Box. Box. Значит, давайте, чтобы лучше было видно. Соответственно. Уж кого-то не вмещается. С, получается, Box. Box, как S. И Zed. Читается как Z. Z. Zoo. Zoo. Вот это основное, что нужно знать. Но есть также много, значит, важнейших моментов, почему-то, про которые не договаривают. Я не знаю, нигде не написано. Значит, смотрите, что еще важно знать. Значит, смотрите, важно понимать, какие, соответственно, какие у нас есть гласные, какие согласные, в том числе это нужно при выборе артикля. Значит, смотрите, что у нас с вами, соответственно, обозначено как раз красным цветом, вы видите. Это, соответственно, гласные буквы. Ну, вот видите, здесь белочка, значит, вот эта буква, значит, соответственно, Y, она может быть, соответственно, и гласной, и согласной. В зависимости от того места, где она стоит. Ну, вот это важно запомнить. Далее, друзья мои, самое важное, что касается произношения. Многие спрашивают, а как поставить произношение? Значит, соответственно, безусловно, желательно слушать больше английской речи и повторять. Мы с вами про это неоднократно говорили, поэтому это очень важно делать. И, соответственно, также важно знать, вот слово, например, вот это слово, вот как вы произнесёте. Вот, многие произносят как people, но это неправильно. Далее мы сейчас посмотрим, почему это неправильно. То есть, нужно ещё знать, как произносится слово, видите, именно с точки зрения транскрипции, потому что вам может казаться одно, а если посмотреть транскрипцию, это совершенно другое. Сейчас вот это посмотрим, друзья мои. И очень важно ещё правильно, чтобы вы произносили те или иные звуки, чтобы у вас было правильное положение языка. И вот обратите внимание, друзья мои, на вот эти, на сами буквы, почему эту информацию практически никто не говорит. Не знаю почему. Это очень важно в плане произношения. Вот, смотрите, вот эти, значит, буквы, которые отмечены вот жирным цветом, именно д, л. Если мы смотрим именно не на буквы, а на произношение д, л. На сами как читаются вот эти звуки. Н, Р, С, Т, З, значит, здесь в чём их особенности, что эти буквы называют, соответственно, альвеолярными. То есть, при произнесении этих, на самом деле, букв, язык, на самом деле, не как в русском языке, язык, он поднимается к альвеолам или к нёбу. То есть, вот сюда язык, он поднимается. Вот сравните русскую, соответственно, т, 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 и английскую. Ч, т, т, т. Почему так получилось? Попробуйте. Ч, т, т. Потому что кончик языка, он загнулся и почти что касается, вот, соответственно, альвеол и где нёба у нас расположены. Ч, т, 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 ти. А если русскоязычные говорят, то просто т, 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 т или т, т. Но это не так. Т, т, т. То же самое вот эти, смотрите. Не, не, дэй, а дэй. Д, д, д. Вот попробуйте, пытаюсь произнести. Д, 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 д. Опять кончик языка к верху, верхней части нёба. Д, д, дэй. Л, л, лэмон. Н, н. Н, нэйм. Р, р, рум. С, с, сейл. Т, т, ти. З, зу. И то же самое, такое простое слово, как время. Но я, опять же, как вы произносите слово опять? Или тайм, или тайм. Тайм. Видите, вы произносите, соответственно, вот, т, ставите вверху. Как раз вверх ставите, т, кончик языка, больше. Тайм, тайм, уже другой звук. Тайм. Это очень важно. Казалось бы, мелочь, но вот если вы улучшите вот эти, вот как раз будете произносить правильно, вот эти, значит, буквы, когда у вас такие вот, когда язык у вас как раз вот здесь, это намного улучшит ваше произношение. Обязательно следите за этим. И еще одна вещь, значит, есть некоторые буквы в английском языке, которые произносятся с придыханием. А именно, эти буквы отмечены, где у нас плюсик. Видите, плюсик, где к, т и п. Смотрите, многие говорят просто тайм. Тайм. Это обычное. Но эти буквы, когда с придыханием, так лакнули и говорим, тайм, тайм, тайм. Такое придыхание. Тайм. Здесь то же самое, не пипл, а пипл, пипл. То есть, мы говорим, и вот вначале выдыхаем, и звук называется пипл, пипл, тайм, тайм. Здесь то же самое. Здесь звук к. Ки, 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 ки. Вот это очень важно. Вот эта фонетика, это очень важно, потому что можно сколько угодно выучать, соответственно, грамматики, можно читать, но если вы не отработаете произношение вот этих звуков, альвеолярные, где альвеолы, то это, на самом деле, не очень хорошо. Я бы советовал вам исправить произношение. И вот не забывайте даже про придыхание. И, друзья мои, очень важно, чтобы вы умели не только читать, то есть, соответственно, понимать там, где долгий звук, где короткий звук, а чтобы вы умели сами читать транскрипцию, это просто необходимо делать. Просто понимаете, какая проблема? Даже если вы будете слушать много английской речи, все равно будете имитировать и можете произносить приблизительно. Но вот как я лично делал, я встречал какое-то незнакомое слово, значит, смотрел в словаре и обязательно смотрел транскрипцию, как произносится. Давайте с вами попробуем произнести и смотрим на транскрипцию. Итак, bag, значит, произносится как э, шаг откроем рот, как, не как русское э, а шире просто откроется рот. Э, bag, бой, бой, это как о читается, бой, бой. Далее, попробуйте правильно произнести. Day, day. Вопрос, а вы не забыли поставить вот кончик языка вот здесь вот, когда произнеется буква d, day? Это тоже нужно делать, если это не делать, это ошибка. Day. Далее. Fact. 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 Опять, обращаю внимание, что это звук э, так как здесь широко откроем рот. Э, э, только широко откроем рот. Fact. Back. И также здесь, опять же, подчеркиваю, значит, я подчеркиваю, где у нас с вами язык кальвеолом. То есть, вот здесь находится. Далее. Hand. 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 Опять, а. Не просто hand, а hand. Hand. Важно, шаку открываем рот, это очень важно. Опять же, и вот здесь тоже эти буквы. Hand. Hand. То есть, опять же, кончики языка здесь. Hand. Key. Попробуйте правильно произнести. Key. Видите, это означает долгота. Key. Key. Да, кстати, еще здесь, вот мы не сказали, я вспомнил. Что, смотрите, если у вас здесь, видите, такой как бы апостроф, это означает, что ударение на следующий слог. Не W. И вот не сюда, а W. 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 Значит, это означает, что ударение на как раз у нас следующий слог, который после вот этого апострофа. W. Смотрите, key. Значит, звук кэ мы с вами говорили согласно нашей таблице, он с придыханием, где плюсик это придыхание. Это кэ, кэ, пэ и также тэ. Key. Далее. Попробуйте правильно произнести. Lemon. Lemon. Обратите внимание, казалось бы, все просто, но не совсем. Почему нужна транскрипция? Многие произносятся как lemon, но это не так. Смотрите, это не О, на конце не О, не лэмон, не лэмон, а лэмон. Звук N. N. Это как слабое Э. N. N. Слабое Э. Lemon. 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 То есть, это вот это важно, понимаете, а транскрипцию не знать. Вот об этом сложно говорить, что нет, ошибка в произношении считается. И опять же, вот мы с вами говорили, что л, 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 язык вверху. Lemon. Lemon. И мэ такой мучающий. То есть, мэ произносится, когда закрыты губы. М. Lemon. Lemon. Далее. Make. Make. Ну, здесь, в принципе, все просто. Make. 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 Далее. Name. Опять же, следим за кончиком языка. Name. Далее, самое сложное слово. Попробуйте правильно произнести. People. 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 В чем здесь сложность? В том, что, опять же, если не знать транскрипцию, то сложно догадаться, что вот эта комбинация букв произносится как «и». То есть, многие как угодно говорят «people», как угодно, но никак не «и», а это чисто «и». People. 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 И при дыхании. People. И здесь также, это кончик языка здесь. People. Далее. Room. Room. Также следим за буквой «р». Room. Room. Оберегите внимание, что, когда вы произносите, важно следить долгий или же короткий звук. Это тоже очень важно. Room. Room. Далее. Sail. 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 Тоже важно. Sail. Но самая большая разница, это вот здесь заметно. Попробуем произнести. Tee. 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 Видите? То есть, сравните, если поставите, вверх кончить языка и нет. Значит, Tee. Как говорит? Tee. Tee. И при дыхании. Tee. Далее здесь, смотрите. Water. 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 Опять, вы знаете, что на конце читается обычно непросто. То есть, на конце, вот когда и, буква и, и, а, не произносят просто, как такая слабая э. Water. 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 А это означает о, надо выточить долго. Water. Water. Box. Box. Ну, соответственно, краткое. Краткое о. Box. 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 Такой звонкий звук. Б. Он речи, чем русский. И зу. 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 Долгая, видите, буква У. Зу. Но, друзья мои, просто отлично. На самом деле это огромный рывок. То есть, мы с вами будем далее подробно разбирать правила чтения. У нас с вами будет много примеров, много практики. Значит, нравится данный курс, поддерживайте лайками, репостами, друзья мои. И здесь, что самое важное знать, давайте еще вкратце вот итог подведу. Значит, что касается алфавита, то многие, опять же, произносят, но не понимают разницу, где долгий звук, где короткий. И это, соответственно, ошибка считается, ошибка. И также произношение, как бы не учитывая, соответственно, тех как раз вещей, которые мы с вами говорили, где, соответственно, язык вверх поднимается, например, T и так далее. T, там, S, S. То есть, это тоже желательно алфавит произносить, именно учитывая долготу и учитывая, соответственно, то, что мы с вами здесь разобрали. Пометили плюсиками и видели жирными. Это очень важно. Это более качественная работа. И далее здесь, значит, мы с вами как раз посмотрели, как видите, буквы, которые, согласные буквы, которые произносятся так же, как и пишутся. Это очень важно. Смотря какие гласные, какие согласные. И что самое важное, мы с вами как раз поговорили об особенности произношения о фонетике. Вот если вы за этим будете следить в каждом слове, то ваше произношение просто улучшится в разы. Ну, само собой, вы должны слушать речь носителя, но если вы это не будете, то вы будете понимать, но говорить будете гораздо более худшим произношением, чем это можете, друзья мои. И мы с вами говорили про фонетику, это желательно как бы понимать, то есть потихонечку, когда вот уже много раз этот звук встретите, там и другие звуки уже будут все откладываться. К этому нужно привыкать, потому что только зная транскрипцию слова, вы можете реально понять, как это произноситься будет. И, во-первых, это вам даст дополнительную уверенность. Вы не будете понимать это правильно, неправильно. Произношение очень важно, его не так сложно заложить, друзья мои. И надеюсь, друзья мои, вам понравился данный урок. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши жирные лайки, друзья мои. Мы с вами двигаемся дальше также по нашему плейлисту. Значит, друзья мои, значит, соответственно, у кого есть какие-то пожелания, все пишите, все пишите в комментариях, друзья мои. И я хочу пожелать вам удачи, всего хорошего. Good luck, my friends.